Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая свои видео обзоры, хочу показать вам сорт оранжевые сливки. Вот он у меня на пачке. Тут, конечно, производитель семян использовал такой маркетинговый ход, что наложили в одно место много-много этих томатиков и кажется, что они вот такие прям рясные. Кажется, многие думают, что они так и на кустике висят. Нет, на кустике они висят вот так вот, кисточками. Сейчас покажу. Вот идет одна кисть, потом вторая, потом третья. Они, конечно, не так часто идут, но все равно они могли бы быть и могут быть украшением участка, огорода. Просто у нас в этом году во время бури их сломало. Они, видите, и обломились и сами они, и побиты градом в дырочках. Но показать я вам все равно покажу. Вот такие вот томатики, оранжевые, очень симпатичные, кистями идут. Они идут до самого конца, до самого верха. Сейчас я расскажу, что о нем пишут на пачке. Среднеспелый сорт для пленочных укрытий. Но я еще раз повторяю, что там, где написано для пленочных укрытий, я все сорта проверяю открытым грунтом. Растут или нет они в открытом грунте. Так что, то, что вот здесь написано для пленочных укрытий, это не совсем так. Они растут и в открытом грунте. Вот у меня в сибирском регионе первое начало августа они у меня уже все вызрели. Вот видите, кисти висят. Все. Значит, они не только в открытом грунте, не только в теплице, но и в открытом грунте. Читаем дальше. Растение полудетерминатное, высотой 110 сантиметров. Ну, не знаю, какие здесь 110 сантиметров. Я метр шестьдесят пять. Оно уже выше меня. Оно уже выше меня, так что оно будет не 110, а 170, даже в открытом грунте. Значит, в теплице оно будет около двух метров. Опять не совпадение у нас. Требует посынкования и подвязки. Плоды выровненные, сливовидные, ярко-оранжевые, массой 40-60 грамм. Плотные, с повышенным содержанием бета-каротина. Ценность сорта. Холодостойкость. Устойчивость к перекладам температур. Обильное плодоношение. Рекомендуется для цельноплодного консервирования. Я вот, если честно, на пачке не понимаю, когда написано для теплицы, а качество холодостойкость. Холодостойкость обычно нужна для открытого грунта. Ну, ладно. Что написали они, то написали. Это их дело. Но вот про повышенное содержание бета-каротина и про консервирование, это все да. Они очень полезные. Всегда все знают, что оранжевые и желтые сорта, они более полезные, они более сладкие. Они, еще вам хочу сказать, что очень любят такие томаты дети. Если большую помидорину ты ребенку не дашь, он ее все не съест, то вот эти маленькие, такие сладкие, вкусные, аккуратненькие плоды, очень подходят для детского питания, именно из-за сладости, из-за повышенного содержания всяких витаминов, бета-каротина. Для консервирования идеальный вариант. С красными, с желтыми, с синими, а сорти или просто одни они будут. Вот это краткий обзор сорта оранжевые сливки. Я хотела вам показать, когда он будет весь спелый, вот такими кисточками оранжевыми висеть. Но видите, нам ураган нынче все испортил, все поломал, мне здесь все повредил. Я сейчас их буду оббирать, какие остались целыми. Они все пообколотились, видите, даже маленькие опали. Я гнилые уже убрала половина. Но вот это оранжевые сливки. У кого есть дети, кому нужен сорт для консервации, вкусный, полезный, красивый, пожалуйста, сорт оранжевые сливки. До свидания.